привет а вот очередной выпуск про карты кто не в курсе кратенько так скажу это такой выпуск в котором вы присылаете мои дорогие подписчики всякие интересные карты вот сюда вот группу вконтакте и я собственно смотрю самое интересное отбираю и делаю из этого целый ролик и мы с вами смотрим эти карты и собственно люди кто присылал эти карты появляются в этом видео вот так вот вкратце ну давайте я не буду сильно много здесь размусоливать давайте уже начинать просмотр нашей любимой рубрики самые странные карты мира начинаем первую карту нам сегодня прислал роман эта карта расширение великой османской империи в 16 и 17 веках да не в курсе османская империя это некогда существующие государства созданная аж 1299 году турками османами под предводительством у джбея османа газе на северо-западе малой азии эта империя в лучшие времена достигала площади более 5 миллионов квадратных километров с населением более 35 миллионов человек вот такая была вот великая империя вот так вот она выглядела в начале а уже ближе к закату империи она была просто огромных размеров посмотрите османской империи входили и часть африки саудовской аравии вообще очень огромной территорию занимала османская империя следующую карту нам прислал тигран эта карта республики литва который является крупнейшим прибалтийским государством как мы видим с севера было завоеваны территории латвии центральной части были гражданские войны 1265 года запада третий рейх с востока российской империи а с юга у пруссии польши вот такие территории в итоге получились у литовской республики если будет интересно вы можете сами посмотреть и почитать все подробнее но мы посмотрим следующую карту следующую карту нам прислала юлия это такая шуточная карта патриотов как мы видим тут нарисованы все патриоты россии видимо тут и лондон за путина и майами и париж ница рим в общем каких странах находятся самые великие патриоты в кавычках но это видимо какие-то олигархи что ли наверное все кто по уезжали с россии и теперь живут все припеваючи в этих странах такие вот великие или как сказать удаленные патриоты а следующую карту прислал никита эта карта успешных стран в разных видах спорта бразилии же как ни странно вроде как футбол все играют но самый успешный вид спорта у них все-таки волейбол в сша баскетбол в россии в канаде мы видим хоккей ну тут до чемпионами мира становились уже много раз эти страны в австралии в индии крикет это такой вот кто не в курсе команды неконтактный вид спорта ну они там стоят в общем несколько чуваков и используя битую мяч играют в игру в ирландии шотландии южной африке регби юнион ну или просто можно называть регби кстати регби занимаются около 5 миллионов человек по всему миру ну и остальные страны и вы сами видите на этой карте и давайте посмотрим следующую следующую карту на прислал норвардян эта карта уровня айкью стран европы если кратко так айкью это такая вот количественная оценка уровня интеллекта человека коэффициент умственного развития более светлые области это те страны где коэффициент интеллекта превышает 100 а более темные где уровень айкью не превышает 90 как мы видим в принципе по карте европы в россии это 96 и 6 беларусь 95 украина 94 и 3 самые продуманные так сказать это финляндия 100 и 9 айкью показатель у них нидерланды со швейцарцами тоже айкью показатель средний у них более 100 самые низкие показатели как мы видим на карте таких странах как босния-герцеговина албания и черногория а также турция в целом по европе как я смотрю не все таки плохо у стран в основном показатели варьируются от 90 до 100 да мы с вами все-таки нинштейны ну достаточно умные люди человеке ну так вот следующие две интересные карты прислал воинов это аномальные зоны ссср россии как мы видим по этой карте красный треугольник это аномальные зоны земного происхождения зеленый треугольник это криптозоологические аномальные зоны а а синие это аномальные зоны космического уже происхождения кружками обозначены возноцветными просто аномалии стрелочкой падения тунгусских тел а такими вот черными кружками обозначены аномалии неясного происхождения как мы видим здесь аномалий блин очень очень много и не только в россии кстати еще добавлю эта карта была составлена вадимом чернобровом российским ученым и руководителем организации космо поиск они там искали нло всякие аномальные зоны и так далее сожалению вадим два года назад скончался но его исследования думаю до сих пор будут полезны другим исследователям всего паранормального и необъяснимого как я вижу по карте наибольшее количество всяких аномалий это в восточной части россии там прям кишит всякие аномалии так что если захотите проверить себя в таких вот местах странных и опасных то езжайте вот такие вот разные точки мира но будьте осторожны потому что все-таки это аномальные зоны и там с людьми могут случаться всякие непонятные происшествия как например это случилось на перевале дятлова когда погибла целая экспедиция ну ладно не буду забирать хлеб у знаменитого канала на котором с утра до ночи крутят вот такое всякое контент давайте мы с вами посмотрим следующую карту а следующая карта это ареал обитания львов тигров да еще и медведи в придачу во всем мире как мы видим наибольшее ареал обитания у медведей они обитают практически по всей россии и канаде а также на юге азии львы в основном обитают в африке ну что не удивительно им же все таки нужен климат тепло простор так сказать и множество еды ну всякие антилопы и так далее тигры в основном обитают у нас на амуре ну не зря называют же порода таких тигров амурский тигр но еще ареал обитания тигров это юг азии вот так вот видите по большей части мира на самом деле люди даже не могут встретить не медведя не тигра не льва ну и слава богу на самом деле а то так выйдешь и мишка тебе как даст лапой и все хана следующую карту прислал егор это путь одного орла которому прицепили gps датчик и он летал в течение 20 лет из казахстана в судан и обратно вот принципе его маршрут орлы это достаточно такие красивые но и одновременно пугающие птицы длина их тела может достигать до 90 сантиметров крылья широкие почти два с половиной метра в размахе представляете какие большущие птицы в основном они летают через саудовскую аравию судан как я смотрю но некоторые видимо заблудились и долетели до ростова-на-дону волгограда некоторые забурились в узбекистан и в афганистан даже залетели вот такие вот орлы путешественники следующую карту нам прислал ледяной это карта опасности цунами во всем мире мы можем посмотреть каких частях света наиболее опасное возникновение цунами красным цветом обозначенные страны и места где наибольшую вероятность возникновения и обрушения на эти страны цунами это восточная часть россии япония северная и южная корея часть китая тайланд мьянма индия пакистан индонезия филиппины попуа новая гвинея они находятся так сказать в тихоокеанском кольце огня западной части северной южной америки тоже подвергается опасности от аляски буквально до чили вся прибрежная зона это и перу эквадор колумбия мексика канада соединенные штаты а вот такие вот серенькие червячки которые видите расположены как будто маркером нарисованы это вот как раз вот места где вероятные подводные такие землетрясения из-за которых как раз и будет появляться цунами с атлантического океана тоже опасность достаточно велика это португалия и марокко страны которые первые ощутят всю ярость цунами но и средиземном море тоже есть вероятность цунами если произойдет подводное какое-то землетрясение в таком случае пострадают греция и турция ну вот собственно вот такая вот карта цунами следующую карту прислал михаил это такая карта зарплат африканских стран в сравнении с россией и с ее регионами и областями например в алжире 417 долларов это столько же примерно сколько нижегородской области краснодарском крае тунисе 379 омская область и башкирия в ливии 289 это как дагестане судан 510 это томская область приморский край в кении 480 сверловская область а мурманской области такая же зарплата как ботсване 680 долларов юар же побогаче там зарплаты и ты 1420 долларов это примерно как москве и чукотском автономном округе московская же область приравнивается к намибии и 590 баксов ангола 402 самарская область бурятия экваториальная гвинея 805 это якутия и санкт-петербург гана это тамбовская область ну я имею ввиду не тамбовская область это гана а то что тамбовской области зарплата такая же как гане 316 баксов ну и мавритания ростовская тверская и новгородская области следующую карту прислал блэк это такая вот карта суровая в общем тут обозначены где и когда был исполнен последний смертный приговор как мы видим в исландии прекратили исполнять смертный приговор аж в 1830 году ну кого-то там обезглавили в общем вот так а страна в которой последний раз был исполнен смертный приговор самое свежее это беларусь 2017 году человека расстреляли ну и так в целом в россии расстрел был 1996 году украине 97 году также расстрел британском полуострове повешение во франции 1977 году бедолагу гильотиной при фигачили ну а так по всей европе в принципе людей либо вешали либо расстреливали да такая вот суровая карта ничего не скажешь следующую карту прислал южно-российский эта карта мира воссозданная в майнкрафте ну человека очень видимо и очень много свободного времени и он взял и построил карту мира ну представьте сколько надо было затратить времени чтобы построить настоящую карту мира в майнкрафте да не в курсе хотя таких людей наверное практически нет но скажу майнкрафт это такая игра кубическая в общем она состоит из пикселей вся игра из таких квадратов и вот мир получается создали из маленьких квадратиков тут просто миллиарды этих квадратиков ну и вот карту вам я нашел достаточно прикольную в общем это такая забавная карта опрос людей на улицах спрашивали покажите на карте где находится владивосток и вот эти вот красные точечки это и есть те места которые люди показывали где находится владивосток как мы видим у некоторых владивосток чуть ли не в москве даже есть да блин владивосток оказывается по всей россии есть вот так вот ну кто не в курсе конечно владивосток находится вот здесь вот вот сейчас покажу вот он ну и карта загадка от артема попробуйте отгадать что это за такие вот красные точки по всей европе что они означают свои ответы пишите комментариях и наиболее залайканный правильный ответ через пару дней я закреплю под видео ну вот мы с вами посмотрели очередной выпуск какая карта вам понравился в этом выпуске напишите комментариях а мне понравилась карта вот это вот с аномальными зонами на самом деле прикольно я даже как-то не задумывался что у нас в россии столько аномальных всяких зон есть наверное в других странах соседских тоже есть их достаточно принципе на всей планете их очень много что уж тут говорить ну в общем ставьте лайкосик если вам понравился выпуск и напишите комментариях обязательно что же за карта загадка такая с этими вот точечками красными через пару дней я закреплю комментарии с правильным ответом ну а с вами был макс увидимся в следующем выпуске пока пока друзья в следующем выпуске